Следующие четыре стиха, они описывают его как тот, кто управляет этим миром. То есть он управляет, но необычно управляющий. У вас наверняка были ситуации, когда вы были ответственны за что-то. Вот в аномалии Гапапра был он ответственный в наших поездках. И вот, допустим, он считает деньги. Вот если он неправильно посчитал деньги, кто будет за это отвечать? То деньги будут брать из его кармана. Вот если бхакти-шастры организовали, и что-то пошло не так, кто будет за это отвечать? Тот, кто их организовал. То есть если вы чем-то управляете, то ответственность ложится на вас. Но вы же это сделали. Так вот мы сейчас узнаем, как Кришна необычный управляющий. Он всем управляет, но ни за что не отвечает. Я все поддерживаю, но мне не тяжело. Я всем управляю, но не несу ответственность. Это самая важная информация, самая главная из этих вот вещей, из этих семи стихов, которые мы прочитали. И что это означает? Это означает, что у Кришны есть свободное время на свою личную жизнь. И его совершенно не интересует, что здесь происходит. Это не он такой учидил здесь. Это не он хотел, чтобы полиэтилен был по всему Вриндавану разбросан. Это не его план. Это не он сделал. Ну вернее, ему приходится как-то санкционировать эти вещи. Но у него другие желания, у него другие интересы. И поэтому появляется личностный Бог благодаря этому знанию. Бог, который живет в стороне от этого материального творения. И Бог, который живет другими интересами, чем то, что есть в материальном творении. Это личностный Бог. Продолжение следует...